Нарушение ритма, боли в груди, одышка и даже потеря сознания, симптомы заболеваний, набирающих обороты. В районные больницы все чаще обращаются пациенты с острой или хронической патологией сосудов. Причем возраст не имеет значения. Здесь проблема общая, глобальная, это уменьшить риски смертей. Выставить программу, как лечить пациента. Как уменьшить именно осложнение состояния. Заболевание венозными тромбоэмболическими осложнениями составляет 1-2 случая на 1000 населения в год. И это только выявленные среди тех, кто до врача дошел. Заболевание вен становится актуальной проблемой. Их симптомы выявляют у каждого второго жителя края. Во время пандемии коронавирус как раз повышает риски тромбозов. Этой теме и посвятили первый краевой форум, куда приехало больше 150 врачей. Медики говорят, важно не пропустить начальную стадию заболевания. Мы хотим врачам донести новейшую современную информацию, новые технологии в отношении диагностики, лечения, профилактики различных заболеваний сосудов. Ну и как следствие, узнав новые позиции, врачи будут лучше диагностировать и лечить, собственно говоря, наших пациентов. Медики обменялись опытом, провели мастер-классы и онлайн-трансляции с операционных. А в будущем врачи хотят создавать систему для молодых специалистов, чтобы те вовремя распознавали заболевания и не теряли время для лечения пациентов. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.